2020 год был не лучшим годом для голливудских блокбастеров, но хорошие новости заключаются в том, что будущее выглядит куда более светлым. В этом видео представлены фильмы, которые стоит посмотреть в ближайшие несколько лет – от избранных франшиз до самых захватывающих новых проектов. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 2020 год стал для Marvel Studios первым за очень долгое время годом без кинотеатральных релизов. С этим можно смириться, потому что 2021 обещает быть особенно успешным для супергероев Marvel, и все начнется в мае с долгожданной Черной Вдовы. Поскольку её персонаж не пережил события Мстителей Финал, сольное приключение Наташи Романов перенесет её в прошлое, в период между Противостоянием и Войной Бесконечности. После распада Мстителей Черную Вдову вызывают домой, чтобы распутать заговор, уходящий корнями в её собственное прошлое. И пускай она отправляется в это приключение без других Мстителей, к Наташе присоединяется команда некоторых её старых русских друзей, включая сестру по оружию Елену, наставницу Мелину и бывшего русского суперсолдата, известного как Красный Страж. Изначально запланированная на май 2020 года Черная Вдова теперь выйдет на экраны годом позже, 6 мая 2021 года. После многих лет слухов, предполагавших, что время Даниэла Крейга в качестве Джеймса Бонда подходит к концу, было подтверждено, что 25-й фильм о Бонде, Не время умирать, действительно станет последним проектом актёра в этой франшизе. И пускай он снялся в меньшем количестве фильмов, чем один из его предшественников на этом поприще, Роджер Мур, Крейг оставался в этой роли дольше, чем любой другой актёр. К тому времени, как его последний фильм выйдет в кинотеатры, он уже пробудет в качестве исполнителя этой роли полтора десятилетия. – Номой Бонд. Джеймс Бонд. В этом случае неудивительно, что новый фильм Бондианы планирует произвести фурор. Режиссёр Кэрри Фукунага снял последние приключения Бонда, в которых Агент 007 в исполнении Крейга противостоит зловещему новому злодею, известному как Сафин. Изначально Не время умирать должен был выйти в ноябре 2020 года, но его несколько раз откладывали из-за пандемии COVID-19. Релиз картины намечен на апрель 2021-го. На данный момент в серии Кингсман было два фильма, и они оба сосредоточены в основном на одном и том же составе персонажей. Но это должно измениться в 2021 году, когда франшиза вернётся туда, где всё началось. Кингсман Начало, приквел, снятый режиссёром первой картины Мэтью Воном, вернётся в начало 20 века и расскажет о других агентах Кингсман, пытающихся помешать команде гениальных злодеев уничтожить миллионы жизней. Поскольку действие фильма происходит 100 лет назад, не стоит ожидать появления Экси или Гарри, но актёрский состав во главе с Ральфом Файнсом и Джеммей Артертон просто великолепен. Первоначально фильм должен был выйти в ноябре 2019 года, затем был перенесен на февраль 2020 года, а затем на сентябрь 2020 года. Ситуация резко ухудшилась, когда разразилась пандемия COVID-19, что вынудило ещё раз сдвинуть график. Теперь фильм должен выйти в прокат 11 марта 2021 года. Очень влиятельный научно-фантастический роман Франка Герберта, Дюна, уже дважды экранизировали – один раз для большого экрана Дэвидом Линчем, а также в формате мини-сериала sci-fi. У обеих версий есть свои поклонники, но 2020 год должен был принести новую, не похожую ни на что, адаптацию Дюны – высокобюджетный, ультраамбициозный эпос, созданный корифеем жанра и режиссёром Бегущего по лезвию 2049 Дэнни Вильнёвым. К сожалению, пандемия COVID-19 означает, что фанатам Дюны придётся ещё немного подождать, чтобы увидеть, справится ли Вильнёв с этим или нет. Но это не делает ожидания менее захватывающим. Первый трейлер Дюны был наполнен потрясающими визуальными эффектами, создавая поистине прекрасную сцену для этой истории обреченной семьи и враждебной планеты, которую они сделали своим домом. Изначально Дюну планировалось выпустить во время праздничного периода 2020 года, но сохраняющиеся опасения по поводу пандемии означали, что дата выпуска была перенесена. Теперь фильм появится в кинотеатрах и на канале HBO Max 30 сентября 2021 года. С момента выхода последнего фильма из серии Candyman прошло более 20 лет, но в 2021 году ситуация изменится – с выходом нового сиквела классической городской легенды от режиссёра Ниада Коста. Действие фильма разворачивается спустя много времени после того, как были снесены жуткие жилые дома из первого фильма, и сюжет будет следовать за художником Энтони, который вместе со своей девушкой переезжает в облагороженный комплекс и начинает арт-проект и следующий местный фольклор. То, что начинается как интригующая идея, вскоре превращается в кошмар, когда главный герой обнаруживает, что легенда о Кэндимене пугающе реально. Изначально Candyman должен был быть выпущен в июне 2020 года, однако задержки, вызванные пандемией, отодвинули его на осень того же года, а затем снова отложили фильм до текущей даты выхода 26 августа 2021 года. 8 июля 2021 года Marvel выпустит на экраны фильм Шанг-Чи и Легенда десяти колец – это эпопея о супергероях с элементами кунг-фу. Китайско-канадский актёр Симу Лю получил главную роль мастера кунг-фу в этой картине, в которой также снимается Аквафина в пока нераскрытой роли. Но помимо того, что это первый азиатский фильм киновселенной Marvel, возможно, самое захватывающее в нём – это злодей. Железный человек 2010 года представил классического комиксного злодея, известного как Мандарин, только для того, чтобы затем показать, что он был просто актёром, играющим эту роль, как часть злой уловки другого злодея. – Это просто роль? Мандарин? Видишь, это не реально. Но позже в киновселенной Marvel намекнули, что настоящий Мандарин всё ещё не был раскрыт, и теперь его время пришло. Настоящий Мандарин дебютирует в киновселенной Marvel в фильме Шанг-Чи и Легенда десяти колец, и его роль исполнит легендарный гонконгский актёр Тони Люн. Время от времени Disney берёт пару успешных актёров, даёт им кучу денег и отправляет в безумное приключение. И иногда такой план срабатывает. Основанный на одноимённом тематическом парке Disney Круиз по джунглям объединяет Дуэйна Скалу Джонсону вместе с Эмили Бланк, и они отправляются в приключения в самое сердце джунглей в поисках мифического древа жизни. Жаоми Акульет Сера стал режиссёром фильма, который изначально должен был выйти на экраны 24 июля 2020 года. По причинам, которые всем и так понятны, фильм был отложен и теперь должен выйти в прокат 29 июля 2021 года. В 2018 году франшиза Хэллоуина с размахом вернулась на киноэкран. Благодаря возвращению Джейми Ли Кёртис в роли Лори Строуд, фильм проигнорировал все предыдущие сиквелы оригинальной картины Джона Карпентера 1978 года, создав площадку для схватки между Строуд и Майклом Майерсом. Этот процесс занял целых четыре десятилетия, но, как оказалось, это было не последнее их столкновение. В июле 2019 года Карпентер и Кёртис объявили о выходе ещё двух сиквелах, в которых рассказывается о продолжающейся борьбе Лори Строуд и её семьи против призрака Хэллоуина. Кёртис, конечно же, вернётся к своей работе в проекте, ровно как и режиссёр предыдущего фильма, Дэвид Гордон Грин. Два сиквела изначально должны были выйти с разницей в один год – в октябре 2020 и 2021 годов, но, как и многие релизы, они стали жертвами переноса. Первый сиквел, Хэллоуин убивает, выйдет в кинотеатрах 21 октября 2021 года, а вторая картина, Хэллоуин заканчивается, не получила точной даты выхода, поскольку его предшественник сдвинул его с 2021 года. Однако, когда он всё же появится, то, скорее всего, последний фильм станет подходящим концом для истории Лори Строуд. Фильм Неизведанная удача Дрейка прошёл долгий путь, и, к сожалению, кажется, что этот путь становится ещё длиннее. Активное развитие фильма, основанного на серии популярных игр Uncharted, можно проследить как минимум до 2010 года, и в течение десяти лет в проекте появлялись и уходили многие сценаристы и режиссёры. Режиссёром фильма в итоге стал Рубен Фляйшер, снявший фильм Веном, а в главной роли Том Холланд сыграет молодую версию героя серии видеоигр Нейтана Дрейка. Неизведанная удача Дрейка собирается исследовать первые шаги Дрейка в качестве охотники, за сокровищами, а Марк Уолберг исполнит роль партнёра молодого искателя приключений Виктора Салливана. В начале 2020 года Deadline сообщили, что Sony Pictures перенесла фильм с его предыдущей даты выхода, 18 декабря 2020 года, на 5 марта 2021 года. Однако произошёл ещё один перенос, когда в киноиндустрии случились переустановки после пандемии коронавируса. Фильм Неизведанная удача Дрейка был перенесен на 15 июля 2021 года. В 2018 году MGM решили, что пришло время вернуть любимую франшизу видеоигр Tomb Raider на большой экран, с новым подходом, приближённым к более свежим частям игровой серии. В роли Лары Крофт выступила Алисия Викандер, а сюжет фильма погрузился в первую охоту героини за сокровищами, когда она решила пойти по стопам своего отца. Tomb Raider собрал 275 миллионов долларов по миру, что, казалось, более чем достаточно, чтобы начать разработку сиквела. Викандер вернётся к своей главной роли Лары Крофт, а культовый в своем жанре режиссёр Бен Уитли займёт режиссёрское кресло. Сценарий написан давним партнёром Уитли Эми Джамп, которая стала соавтором других фильмов режиссёра, включая Высотку и Перестрелку. Выход Tomb Raider – Лара Крофт 2 был запланирован на 19 марта 2021 года, но теперь он отложен на неопределённый срок из-за пандемии. Более 10 лет Дуэйн Джонсон настаивал на создании фильма о супергероях, который был особенно близок его сердцу. И вскоре он наконец-то совершит супергеройский дебют на большом экране. В главной роли в одноименном фильме Джонсон сыграет Черного Адама – персонажа, впервые представленного как злодея, противостоящего супергерою, известному как Шазам. Ранее Адам обладал способностями Шазама, но пал на сторону зла, однако вскоре персонаж перевоплотился в антигероя. Изначально Адам должен был стать злодеем в фильме Шазам, но взгляд Джонсона на Адама как на героического, непонятого персонажа победил, и теперь он получит свой собственный фильм. Черный Адам в настоящее время ожидает новую дату выхода после того, как его изначально запланированный релиз был перенесён с 22 декабря 2021 года. – Все из вас вокруг мира сейчас смотрят, я могу предупреждать вам это, я вам покажу, что мы будем идти beyond your wildest expectations. В конце 2018 и начале 2019 года Warner Bros. проделали большую работу, пытаясь внести немного веселья в расширенную вселенную DC. Эти усилия начались с Аквамена, который стал хитом кассамок сборов в праздничный сезон 2018 года, и продолжились с фильмом Шазам, который вышел в начале 2019 года и оказался одинаково успешным как среди фанатов, так и среди критиков. Картина так и не достигла кассовых сборов Аквамена, но по миру собрала приличные 366 миллионов долларов. Затем, в конце 2019 года Warner Bros. объявили, что продолжение Шазама уже в процессе производства. Закари Левай собирается вернуться к главной роли в фильме, а режиссер Дэвид Сандберг займет место за камерой. В 2020 году было объявлено, что картина будет называться Шазам 2. Пока нет информации о том, каким будет сюжет, но оригинальный фильм создал большой потенциал возможностей для новых врагов, в том числе появление Черного Адама после выхода его собственного фильма. Ожидается, что картина выйдет на экраны 1 июня 2023 года. Спросите любого фаната Звездных войн, какой фильм они бы хотели посмотреть, помимо основной саги, и есть большая вероятность, что вы услышите слова эскадрилья-изгой. Легендарный отряд пилотов-истребителей был важной частью старой расширенной вселенной Звездных войн, а теперь есть вероятность, что он также станет и частью новой. В декабре 2020 года компания Disney объявила, что режиссер Чудо-женщины Пэтти Дженкинс будет руководить производством фильма Эскадрилья-изгой, и это будет следующий кинотеатральный релиз во франшизе Звездных войн. В коротком видеоролике, представляющем проект, Дженкинс описала фильм как исполнение мечты всей своей жизни – снять потрясающий фильм о лётчике-истребителе в честь её отца, который сам был лётчиком-истребителем. Детали сюжета пока малочисленны, но мы знаем, что фильм будет посвящен новому поколению пилотов в грядущую эру галактики Звездных войн. Больше информации появится в преддверии релиза картины, который намечен на декабрь 2023 года. Известный сценарист и режиссер Тайка Вайтити уже имеет отношение к Звездным войнам. Достигнув значительного успеха в Marvel Studios с фильмом Тор Рагнарёк, Вайтити присоединился к группе режиссеров, нанятых Джоном Фавро, чтобы возглавить первый сезон сериала Мандалорец по Звездным войнам, в котором он также озвучивал охотника за головами, ставшего дроидом няней IG-11. Вайтити, должно быть, произвел впечатление на команду Lucasfilm, потому что в мае 2020 года на официальном сайте Звездных войн появилось сообщение о том, что режиссер подписался на съемку нового фильма во вселенной Звездных войн. Однако подробностей о проекте по-прежнему крайне мало, и никто не знает, как он будет называться, когда начнутся съемки, какие персонажи будут задействованы или даже когда он должен быть выпущен на экраны. Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что Тайка Вайтити работает над фильмом по вселенной Звездных войн. На данный момент этого вполне достаточно для ликования. Первые слухи вокруг покупки Disney компании Fox сразу же вызвали волну предвкушения в фанатской среде. К тому времени, как сделка была заключена, гики по всему миру спешили узнать любые новости о будущем двух крупнейших объектов компании Fox – Людей Икс и Фантастической четверки, однако Кевин Файги и компания держали всё в секрете. Затем в декабре 2020 года состоялась презентация Disney по случаю Дня инвестора, когда Файги сообщил, что фильм Фантастическая четверка не за горами. О фильме известно очень мало, но было объявлено, что режиссер Человека-паука Джон Уоттс будет у роля. Помимо этого может произойти всё, что угодно. И пускай сначала фильмы о Человеке-Муравье казались относительно незначительной частью более обширной истории киновселенной Марвел, с тех пор они стали своего рода краеугольным камнем для будущего франшизы, в основном благодаря главной роли Скотта Лэнга в Мстителях Финал. Третье приключение команды Человека-муравья приближается, и, как ни странно, оно будет действительно большим. В декабре 2020 года Marvel объявили, что третий полнометражный фильм серии называется Человек-муравей 3, и он представит одного из самых значимых злодеев во вселенной Марвел, путешествующего во времени военачальника, Канго-Завоевателя. Звезда страны Лавкрафта Джонатан Мэй Джорс исполнит роль Канго, что сделает его одним из двух главных новичков киновселенной Марвел в фильме. А вторым окажется звезда фильма Дичь Кэтрин Ньютон в роли взрослой дочери Скотта Лэнга, Кэсси. Звезды фильма Человек-муравей и Оса, Пол Ратт, Еванжелин Лили, Майкл Дуглас и Мишель Пфайфер, ровно как и режиссер Бейтон Рид, готовы вернуться к проекту. У фильма ещё нет точной даты выхода. Капитан Марвел изменила правила игры для киновселенной, когда дебютировала в 2019 году. Это был первый фильм о супергероях Marvel Studios возглавляемой женщиной, и он добавил Скруллов во франшизу, одновременно расширив роль Кри и заложив основу для большого количества супергероинь, которые присоединятся к киновселенной Марвел. Итак, Капитан Марвел 2 станет большим событием, и теперь мы начинаем понимать, насколько. Ниада Коста снимет второе сольное приключение главного персонажа, но на этот раз Кэрол Денверс будет сражаться не одна. К ней присоединится Теона Парис в роли Моники Ромбо, взрослой версии персонажа, которая дебютировала в первом фильме, а в комиксах известна как Спектрум. К ним присоединится Иман Валани в роли Камалы Хан, также известной как Мисс Марвел. Она – суперфанат Капитана Марвел, ставшая супергероем, которая вот-вот дебютирует в собственном оригинальном сериале на Disney+. Капитан Марвел 2 выйдет в прокат 10 ноября 2022 года. Не так давно казалось немыслимым, что в серии История игрушек появятся новые части. Затем вышла История игрушек 4, которая ещё больше раскачала франшизу. Теперь похоже, что история игрушек продолжится в том направлении, которое никто не мог даже предвидеть. В декабре 2020 года Disney объявили, что студия Pixar Animation Studios усердно работает над проектом Lighter – новым анимационным приключением с Крисом Эвансом, озвучивающим главного героя. Мультик представит своего рода историю происхождения всеми любимого космического рейнджера. Но, как позже объяснил Эванс через Twitter, это не история игрушки. По сути, это история настоящего База Лайтера – персонажа, который послужил вдохновением для создания игрушки. Это интригующая идея, и мы посмотрим, как она реализуется, когда Лайтер попадет на киноэкраны 16 июня 2022 года. Marvel Studios стремилась создать продолжение Чёрной пантеры с тех пор, как в 2018 году первый фильм получил массовый успех с точки зрения прибыли и мнения критиков. К сожалению, в 2020 году Голливуд потрясла трагическая кончина Чедвика Боузмана. Смерть Боузмана оставила ряд нерешенных вопросов у поклонников Чёрной пантеры, и в декабре 2020 года Marvel начала отвечать на некоторые из них. Во время презентации на дне инвестора Disney, Кевин Файги объяснил, что Чёрная пантера 2 всё ещё будет создаваться под руководством режиссёра Райана Куглера, но на роль Тчаллы не будет выбран новый актёр. Вместо этого Файги посоветовал фанатам ожидать фильма, который одновременно почтит память Боузмана и продолжит исследовать мир Ваканды. Как бы то ни было, Чёрная пантера 2 выйдет на экраны 7 июля 2022 года. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!